Сегодня определённо хороший день, потому что встречаться с единомышленниками всегда радость. И я постараюсь в ближайшие полчаса рассказать для тех дерзких специалистов, кто нас слышит, и для тех, кто работает со взрослым населением, что мы видим сегодня из проблем и из перспектив нашего вида помощи. И начнём с того, что обычно не вызывает большого воодушевления у слушателей, но что является базой, как устроена наша помощь, какие её сегодняшние ресурсы. Детская палеоативная помощь — это чуть меньше тысячи коек сегодня в стране. Нас это радует, но это ещё далеко не тот уровень, который нужен для того, чтобы каждый ребёнок мог быть охватен нашим видом помощи. Смотрите, пожалуйста, как быстро за какие-то пять лет в десять раз больше стало выездных патронажных служб. И это именно то, что удобно семьям, это именно то, что хотят мамы и хотят дети не быть разлучёнными с семьёй, быть в привычном микроокружении. И, знаете, каким бы ещё ресурсом нам не надо было заниматься, но 127 выездных вместо 13 за пять лет говорит о том, как же нужны профессионалам этой сети знания по обезболиванию, по основам сопроводительного лечения в онкологии, по психологическим, социальным аспектам жизни семьи. Всё это наши ближайшие перспективы. И в качестве проблемы хочу показать вам, что у нас очень несимметрично развивается палеативная помощь. Вот я показываю вам красной строкой, что 27% наших территорий, если брать субъект федерации, ну, попросту говоря, область или республику, одна треть, 27% имеет что? Только лишь койки для оказания палеативной помощи детям. В каком количестве? 1,3, 3,5. То есть это палеативные койки в непалеативных детских отделениях. Это лучше, чем не иметь палеативной помощи, но это совершенно ещё не то, что ждёт от нас страна. И продолжая то, что говорил Диана Владимировна, покажу вам, что один из приказов 2019 года утвердил ведомственную целевую программу Минздрава развития системы палеативной помощи. Как бы не скучно было смотреть на эти официальные цифры, это то, ради чего мы будем работать в ближайшие годы. Мы должны к 2024 году уложиться в заданные показатели по койкам, по количеству и характеру деятельности выездных бригад. Мы должны понимать, что у нас происходит с потреблением опиоидов и психотропов. И всё это наша общая задача. Заметьте, что данный приказ не разделяет взрослое, детское население, все показатели задуманы на население в целом. Мы, к счастью, начали передавать палеативных детей 18+, службы взрослой палеативной помощи. Раньше многие дети до этого 18-летия не доживали. И наша преемственность, и наша работа вместе – это план на ближайшие как минимум 5 лет. Посмотрите, пожалуйста, как мы размышляем, рассуждаем о потребности в палеативной помощи у детей. Что я выделяю здесь цветом? В первой строчке, мы сегодня на онкологическом форуме, это потребность в палеативной помощи для детей со злокачественными новообразованиями. Это посчитано по европейской методике умозрительно, исходя из потребностей зарубежных детей по специальным расчетам. Прогноз был сделан в Научном центре здоровья детей, который выработал этот способ расчета, что у нас в стране количество детей, нуждающихся в онкопалиативной помощи, превышает 5 тысяч. Сейчас я вам покажу, сколько детей в реальности за истекший год получило эту помощь. И очень важно это коренное различие для тех онкологов, кто слышит нас сегодня, подчеркиваю, что дети, к счастью, редко болеют раком во всем мире и в России. Дети, к счастью, сегодня очень редко становятся инкурабельными, если ими занимался детский онколог. И около 7% по расчетам – это доля детей с онкозаболеваниями в общем массиве детей, получающих палиативную помощь. Смотрите, пожалуйста, иллюстрацию этого положения. Вот за истекший год 15 тысяч детей прошло через палиативные службы России. 15 тысяч с небольшим. Из них 70% тотально преобладают дети с неврологической патологией. Что же на долю онкологии? 5% по реальным нашим мониторинговым данным. Это еще раз доказывает, что детская палиативная помощь должна учиться онкопалиативу у взрослой сети, потому что педиатры никогда не будут знать так хорошо онкопроблемы, как знает их взрослая сеть. К вопросу о том, какова разница между статистикой зарубежной, кабинетной, если так можно сказать, и статистикой сегодняшней реальной, практической в нашей стране. Я специально вывела столбик, посмотрите, левый столбик, сколько у нас взрослых пациентов получили в истекшем году онкопалиативную помощь, это более 300 тысяч. И дети 800 человек за год, то есть в 300 раз меньше. Мне очень важно еще и еще раз говорить для чиновников, для лиц, принимающих решения, что если вы хотите развивать онкопедиатрическую помощь, если вы хотите развивать онкопалиативную помощь, для детей вам необходимо, не столько у педиатров, сколько у онкологов компетенции набирать. Посмотрите, пожалуйста, одного из наших основных провайдеров онкопалиативной помощи детям, фонд «Подари жизнь». он был одним из первых, кто озадачивался оказанием помощи детям в конце жизни, которые страдают инкурабельными онкологическими заболеваниями. Я даю вам статистику всего лишь по одному из субъектов, по Южному федеральному округу. И вы видите, что, к счастью, если раньше «Подари жизнь» – это был основной свет в конце тоннеля, на который могла надеяться мама инкурабельного ребенка, именно сотрудники этого легендарного фонда продвигали тему обезболивания, продвигали тему психосоциального сопровождения семей, то сегодня, посмотрите на цифры, наугад, так сказать. Один вам показываю, да, субъект, показываю вам Южный федеральный округ. Число пациентов, которые были под крылом, под опекой фонда «Подари жизнь», примерно в четыре раза меньше, чем число пациентов, которыми занималась педиатрическая палеотивная сеть Южного федерального округа. Далеко не передового и совершенно много имеющего еще перспектив для роста. Этим слайдом мне важно было показать вам, что количество обращений на горячую линию стало, к счастью, все меньше и меньше. В большинстве территорий их за год не отмечалось. Это означает, что достаточно семей удовлетворены качеством терминальной помощи и имеют хороший уровень обезболивания. Еще одна очень важная вещь, которую мы ждем. Помощь онкологическому ребенку, живущему вдалеке от областного центра, во многом зависит от транспортной доступности палеотивной службы. И мы ждем от Минздрава России и ждем от лиц, принимающих решения, что будет разрешено расходовать федеральные деньги, выделенные на оказание палеотивной помощи, это миллиарды в год, что будет разрешено их расходовать на приобретение автотранспортных средств. Сегодня эти средства можно расходовать только лишь на лекарственные препараты, на медицинские изделия и расходники к ним. Мы ждем, когда в следующей ступенью будет разрешение расходовать средства на автотранспорт. Это, безусловно, повысит качество и доступность палеотивной помощи. Следующий раздел – это, так сказать, латмусовая бумажка, которая может сказать о том, каково качество палеотивной помощи детям, как мы обезболиваем их. Сегодня у нас будет отдельный симпозиум на эту тему, но все же несколько комментариев дополнительно к тому симпозиуму. Вы видите три больших исследования из разных стран и континентов. Америка, Европа и Австралия. И вы видите, что частота болевого синдрома у детей – это общеизвестные вещи, давно установленные, варьируют от 70 до 80% всех, кто наблюдается в палеотивной службе. Очень длительное время нам нечего было сказать в отношении наших российских детей, потому что стат данных у нас не было. И мне очень важно сказать, что в истекшем году у нас состоялась защита первой кандидатской диссертации в России, где были показаны реальные события и реальная эффективность обезболивания детей с онкозаболеваниями именно при оказании палеотивной медпомощи, не онкологической помощи. Был проанализирован характер онкологической боли в терминальном периоде. И мы сегодня можем ссылаться на это исследование Алексея Вадимовича Пшонкина, сотрудника Центра имени Дмитрия Рогачёва, что в России дети имеют частоту болевого синдрома около 70%, так точнее 71%, что самая высокая это частота у детей с солидными опухолями, расположенными экстракраниально. Реже всего болевой синдром встречается у детей с опухолями ЦНС. И что особенно важно, и что плохо знают, к сожалению, врачи-педиатры и врачи детских специальностей и иных, что в конце жизни нам необходимы адювантные препараты. Если помнить о том, что смешанный болевой синдром чаще всего встречается у онкодетей, подлежащих палеотивной помощи, то от 60 до 87% детей в конце жизни требуют назначения адювантом. Товарищи, с этим пока ещё очень и очень неважно, потому что нет достаточных компетенций врачей, работающих с детским населением, в отношении показаний и методов назначения адювантных препаратов. Что ещё проблематично? Проблематично, как распределяются заказы на опиоиды. Согласно приказу 913-му, это должно быть строго продуманное соотношение инвазивных и неинвазивных форм. Видим мы, к сожалению, иногда, что фентанилпластырь наклеивается первой линией опиоидного обезболивания, недопустимая вещь. Видим мы часто, что не используется морфин, это завоевание Московского эндокринного завода морфин в неинвазивных формах. И продолжая эту идею, я хочу ещё раз подчеркнуть, об этом сегодня будут многие говорить на нашем симпозиуме, что помимо хорошо известного морфина Пролонга, у нас теперь в России имеется морфин в виде таблеток короткого действия и морфин в виде питьевого раствора Пер-Ост. И хотя это всё ещё не имеет показаний для детей, но офф-лейбл режим позволяет, и многие мои коллеги проводят в режиме офф-лейбл обезболивание морфином неинъекционным. Это именно тот раздел, который нужно нести в образовательных мероприятиях, который нужен для публикаций и очень нужен для обмена опытом, применения неинвазивных форм морфина, потому что все инициативы достижения дорожной карты по повышению доступности наркотиков и психотропов, все эти наши шаги вперёд, не подкреплённые образованием врачей, работающих с детским населением, сделают по-прежнему недоступным морфин в качестве препарата первой линии. Смотрите, пожалуйста, почему об этом нужно и нужно и нужно говорить. Я показываю вам данные мониторинга всероссийского оказания системы палеоативной помощи. Вы видите, что в течение истекшего года во всей стране сколько детей получили сильные опиоиды, как морфин и фентанил? 203 человека. Просто несравнимо с объёмами такового же обезболивания взрослых. Слабые опиоиды, тромодол преимущественно, 127 детей за год. За год, товарищи. А если мы посмотрим на количество детей, которые выписываются по-новому или с рецептом, или же прямо с самими препаратами, то это единицы. Вы видите эти цифры на слайде, и это тоже нельзя считать допустимым. Смотрите, пожалуйста, бегло покажу вам, сравниваю взрослых и детей. Вот сколько в Российской Федерации всего пациентов ушло домой с рецептом насильной опиоиды? 900 взрослых и ни одного ребёнка. Не используется, не работает этот механизм. Мы его хотели, активно его продвигали. Для детей он не работает. Почему? Не умеют выписывать рецепт, или же делегируют это поликлинической сети? Вопрос. Посмотрите, пожалуйста, на слабые опиоиды. Казалось бы, тромодол, но куда уж проще, да, по сравнению с сильными опиоидами, оформить рецепт. Четыре ребёнка за год. Четыре против 800 взрослых. А как происходит выписка детей из стационара, когда им на руки выдают сильные опиоиды сроком на 5 дней? Это очень важно, если ребёнок живёт до лет большого города. В случае, если для взрослых это работает и достаточно широко работает, смотрите цифру, 2400 будем округлять взрослых, так выписывались из палеотиного стационара, дети в разы и в разы и в разы меньше, 13 детей за год. Очень слабый уровень пользования этой опцией. С тромодолом то же самое, хотя оформить рецепт на тромодол существенно проще. Тоже эта опция неохотно берётся или не умеют, или делегируют поликлиникам. Это вопрос для отдельного изучения. Переходя к следующему разделу, мне очень хотелось бы подчеркнуть, что мы из нерешённых проблем имеем помимо обезболивания. И здесь надо начать с того, что мы называем моделью ранней интеграции онкологической службы и палеотинной службы. Здесь космические такие изображения означают, что это вопрос, который нужно приземлить на нашу почву, сделать доступным, сделать некосмическим, сделать проблемой каждого дня. И Диана Владимировна об этом говорила, иллюстрировала. Но я считаю, что стоит ещё раз повторить. Голубые ленты здесь — это противоопухолевое лечение, его объём. Зелёный сегмент — это поддерживающая и палеотинная помощь. Многие зарубежные эксперты пишут через дробь, потому что очень много общего в поддерживающей онкотерапии и в палеотинной помощи. Оранжевый сегмент — это хосписная помощь, и тёмно-красный — это помощь после ухода из жизни, помощь в горевании. И вы видите, как по-разному можно объединять специализированные виды помощи с палеотинной помощью, как по-разному это диктует обстоятельства пациента. И я хочу сказать, что в Москве уже нередко палеотинного специалиста приглашают в онкоотделение на консилиум, приглашают посоветоваться поведению сложных симптомов и не только болевого, потому что страна начинает, к счастью, понимать, что палеотинный специалист — это превосходный коммуникатор для семьи, если это квалифицированный палеотинщик. И это очень серьёзный знаток введения так называемых тягостных симптомов. Привожу вам одну из иллюстраций из журнала «Поддерживающий терапии в онкологии», где иллюстрируется о том, что палеотинный специалист может и должен быть встроенным экспертом в жизнь крупных онкологических центров, в профессиональную жизнь многопрофильных детских больниц. Потому что с момента установления диагноза, вы видите это здесь, с момента установления диагноза, он может быть полезен для ведения пациента и быть таким постоянно доступным для онколога экспертам. Ещё одна проблема, которой нужно приходить активнее, это оценка качества жизни. Да, наверное, это научная задача. Задача не для общей онкологической сети, но авангард онкологической науки, клинической онкологии, не может оставаться пассивным в отношении валидации и апробации международных опросников качества жизни. Потому что когда мы говорим «палеоактивная помощь — это качество жизни как сверхзадача», возникает вопрос, кто и как измеряет в России качество жизни онкологических детей, да и взрослых тоже. Обладаем ли мы валидированными, качественными опросниками? Хотим ли мы заниматься их апробацией? Предлагаю вам задуматься об этом, как задумываемся мы, объединить свои усилия. Ещё одна очень важная вещь, о которой всегда говорят сотрудники палеоактивных служб детских, гемотрансфузии «да» или гемотрансфузии «нет» в конце жизни. В международной практике вопрос не решён однозначно, потому что есть и «за» и «против», но большинство онкологов считают, что такие обстоятельства, как выигрыш во времени, чтобы принять неизлечимость и дать ребёнку возможность исполнить его желания, не всегда легко организуемые, не всегда легко достигаемые, что это от лукавого, и что это какое-то благодушие, но, скажем, совершенно неврачебная, но уж точно не онкологическая цель. Вы знаете, растёт новое поколение онкологов, которые встречаются с палеоактивными специалистами регулярно, и можно проводить гемотрансфузии, не имея к этому, может быть, чисто биологических, медицинских оснований, но понимая, что нам дорого время для того, чтобы финал жизни не только самого пациента, но и его микроокружения был организован гуманным образом. Вот мне хочется привести вам статую из большого руководства Оксфордского. Это оттуда, что родители должны жить после утраты ребёнка свободными от чувства вины. И в этом не меньшая задача палеоативной помощи семейно-ориентированной, чем задача онколога контролировать и купировать тягостные симптомы. Несколько слов кратко о немедицинских аспектах палеоативной помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Я хочу начать с позитивных вещей и сказать для тех, кто не знает, что Центр имени Дмитрия Рогачёва уже около пяти лет реализует всероссийский проект «Учим, знаем», когда дети, в том числе неизлечимо больные, в том числе утрачивающие когнитивные свои возможности, эти дети обучаются в школе. Школа становится для них убежищем от мира больниц, мучений, переживаний. Этот проект сегодня запущен в 20 регионах Российской Федерации. Школа как обещание будущего для ребёнка, школа как способ социализации. Вы спросите, и для палеоативных детей? Да, и сегодня этот проект впервые вышел в московский детский хоспис «Дом с маяком». Да, образование и для детей в конце жизни тоже. Только это очень специфическое образование. Долгое время в России не было специалистов по гореванию и помощи в конце жизни для членов семьи. Сегодня уже не единичные фонды лидеры, не только фонд «Вера» и не только фонд «Подари жизнь», но и нескольких хосписов умеют делать то, что называется «День памяти». Это делает Москва, Петербург, это делает Казань, это делают в Перми, когда специальная группа людей, это очень деликатность и большой технология, собирает родителей на День памяти. Вот, например, вам картина московского хосписа «Дом с маяком», как они сажают деревья в День памяти. Это отдельный, яркий, очень стрессовый и очень святой день. Поэтому, говоря о том, что у нас развиваются не только медицинские, но и немедицинские аспекты палеоативной помощи, нам уже есть, у кого в России поучиться сделать это с этнокультуральными особенностями в нашей стране. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что одно и то же мы слышим от родителей онкологических детей, что незабываемо для них было посещение сотрудника следственных органов, незабываемым для них было обсуждение и организация реанимационных мероприятий в конце жизни, незабываемым для них было обсуждение вопросов аутопсии. И мне кажется, мы с вами не можем делать вид, что это объективно всегда сложная задача работать над квалифицированным сопровождением семей, психосоциальным сопровождением семей, которая готовится своего ребёнка потерять в стационаре или на дому, это тоже задача палеоативной помощи. Наши зарубежные эксперты называют палеоативную помощь этическим обязательством медицины в отношении тех, кого не удалось излечить. Очень кратко хочу показать вам результаты исследования зарубежного достаточно давнего, который изучал открытость родителей в отношении обсуждения темы смерти. И вы видите, что большинство родителей справа, 66%, никогда не говорили с ребёнком о том, что фаза конца жизни на полном ходу. Но среди тех, кто говорили об этом со своими детьми, способными обсуждать тему, ни один родитель не пожалел, что это было сделано. А вот среди тех родителей, которые не касались темы умирания, среди них около трети, 27%, пожалели, что они были столь ограничены в своих возможностях и не поднимали эту тему. О чём говорит этот слайд? О том, что открытие диагноза – это искусство, и многие онкологи этим владеют. Открытие плохих новостей – это искусство, и многие онкологи могли бы этому научить. Но для палеотинного специалиста это не искусство, а это ремесло каждого дня с элементами искусства. Посмотрите, пожалуйста, ещё одну очень важную вещь, свежее исследование 2020 года. 80 пар родителей ребёнок – это подростки со средним возрастом 14 лет. И они были опрошены на разных стадиях. Это не палеотинные дети, это разные фазы лечения, ремиссия и активная химиотерапия. Что этот слайд показывает нам? Что родители, посмотрите на две последних строчки, не совпадают с подростками в отношении оценки быть без аппаратов, продлевающих жизнь, и желания подростков умереть естественной смертью, если это возможно. Крайняя справа, вот эта колонка, она говорит о том, что совпадают подростки с родителями по всем основным вопросам, но совершенно критически и трагически, и драматически не совпадают в отношении ИВЛ в конце жизни, в отношении взглядов на естественную смерть. Это проблемный вопрос, и это то, что нам необходимо исследовать, изучать и продвигать. Продвигать. Последнее, о чём хотелось бы сказать, наши профессиональные компетенции. Для тех, кто может быть впервые сегодня на палеотивном симпозиуме, даю вам ресурсы, которые регулярно обновляются, регулярно пересматриваются. Это интернет-порталы два основных по палеотивной помощи. Это образовательные программы наших крупных фондов. И событием весны этого года был выход руководства по палеотивной помощи, организовал перевод с английского языка фонд Вера. Книга доступна для скачивания, абсолютно бесплатно и совершенно безбарьерно. И тем из вас, кому хотелось бы иметь бумажный вариант этого руководства, выдержавшего пять изданий на 14 языках мира, вы можете через сайт, который здесь показан, сделать заявку на свой бумажный экземпляр. Я благодарю вас за то внимание, которое вы уделили. Спасибо. Спасибо.